Виктор Владимирович, а вот сейчас среди многих блогеров пошла такая новая мода отказа от кофе. Даже отказ от кофе, который не содержит кофеина. Можете, пожалуйста, пояснить, какое значение кофе имеет для человеческой энергии? Это первое. Второе, вреден ли кофе, так как об этом рассуждают. И третье, вреден ли, по сути, отказ от кофе? Ну, я с вашего разрешения начну с третьего вопроса. Дело в том, что отказ от кофе в том плане, которому он сейчас навязывается, а я считаю, что это идет как раз таки навязывание, это целая компания, которая идет извне. К этому можно по-разному относиться с точки зрения конспирологии, с точки зрения каких-то еще домыслов в этом плане конспирологических. Но я еще раз, еще раз хочу вам сказать, уважаемые зрители, коллеги, что это, в общем-то, целенаправленно идет работа по, будем говорить, дезориентации наших коллег по IT-бизнесу, по, будем говорить, таким видам деятельности в интернет-пространстве. Почему? Потому что наш мозг каким образом устроен, что навязанная или навязываемая нам, или вам, будем говорить, социальная мода, конечно, она заставит ваши мозги искать другие пути возбуждения. И в этом смысле я хочу вернуть вас и вернуть себя, как врача, как ученого, к знаменитым кофеиновым пробам, которые были произведены в 20-е годы, прошлого столетия нашим замечательным ученым, академиком Иваном Петровичем Павловым, который на собаках, кстати сказать, как раз-таки определил положительные и отрицательные кофеиновые пробы. И он, как раз-таки, один из первых академических ученых, академических врачей, основатель рефлексологии, рефлексопатологии во всем мире, показал о том, что именно кофеин является сам по себе, является сам по себе очень мощным инструментом воздействия на центральную нервную систему. Может быть, для кого-то мой референд сейчас прозвучал в достаточной степени сложно, но я еще раз и еще раз хочу сказать, это очень напоминает в свое время практика, которая была по лечению алкоголизма, когда львиная доля алкоголиков, так называемых подшипных или торпедных алкоголиков, считали внутри себя, каждый день зачеркивали, я был живой свидетелем, как алкоголики на стенах своих палат зачеркивали каждый день ограничения, и тогда, когда ограничения по лечению заканчивались, они выскакивали на просторы свободной, свободы алкогольной, напивались и, так сказать, умирали от алкогольной интоксикации. Ровно так же, я пытаюсь в третий раз вам сказать, что ваш мозг будет искать новые источники возбуждения, поэтому отказ от кофе в контексте сегодняшних событий, он крайне опасен. Ну, а в части того, нужен ли нам кофе или не нужен, конечно, достаточно посмотреть на глобус, и вы поймете о том, что все кофеиновые, будем говорить, кофеинные плантации, которые были нативными, то есть не искусственно, которые создавались людьми, а как были источники кофеиновых зерен, кофеиновых лесов, рощ, они все располагаются плюс-минус 500 километров от нашего экватора. Значит, с чем это было связано? Это было связано с тем, что высшими силами, Господом Богом, было так угодно посеять и дать человечеству в руки этот напиток, эти зерна для того, чтобы в той или иной мере себя в лучшем смысле этого слова поддерживать. Поэтому еще раз, еще раз говорю, что во всем нужна мера, во всем нужно понимание, ну и повальные вот эти моды, повальная вот эта вот волатильность слева направо, справа налево, она больше, чем патологическую ошибку в мозгах у людей не создает. Поэтому еще раз, еще раз я хочу вспомнить слова великого патриота чехословацкого, казненного фашистами Юлиса Фучика. Люди, будьте бдительны. Всегда, как говорили древние, ищите, кому это выгодно. Кому выгодно навязывать вам тот или иной образ жизни, ту или иную моду. Ну и пользуясь случаем, уважаемые коллеги, я хочу вам сказать о том, что вот этот, так сказать, навязываемый нам и вам всем флешмоб, в части антикофеина, он еще очень опасен тем, что он способствует формированию, углублению, без того, тревожных состояний, которые так, в общем-то, витают вокруг нас, вот в этой атмосфере тревожности, в отношении тревоги мы находимся. И поэтому наш мозг, я уже говорил об этом четвертый раз, он все равно будет искать какие-то моменты, какие-то способы возбуждения себя, возбуждения своей трудоспособности, поддержания своей трудоспособности, пока он будет эти источники находить, а зачастую они очевидны, но тем не менее, состояние тревоги будет усиливаться. Состояние тревожности будет нарастать. А, соответственно, в связи с этим будут формироваться все те посттревожные хвосты, которые очень ярко проявляют себя во всех видах вегетососудистых нарушений, во всех видах нейроциркуляторных нарушений. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу вам сказать о том, что именно тревоги, тревожное состояние, зачастую является провокативным по отношению к формированию метаболического синдрома, формированию инсулинорезистентности. Это не обязательно переедание сахаров, это не обязательно гипергликемические какие-то индексы, это не обязательно в большинстве, пользуясь случаем, хочу сказать, нарушение каких-то диет, хотя это отчасти имеет место быть, но, тем не менее, в контексте вот состояния тревожности, в состоянии невротизма, в состоянии психопатизации, конечно, это будет вызывать огромное количество спазмов, которые, в свою очередь, будут приводить к формированию желчно-каменной болезни, резко помолодеющей, резко молодеющей, будут формировать мочекаменные болезни, могут формировать проблемы с щитовидной железой, могут формировать проблемы с сосудистыми нарушениями мозга, и так далее, и так далее, и так далее. То, что Ганс Илье, 30-е годы прошлого века, разработчик и основоположник теории стресса и постстресса, определил тревогу, как один из самых ведущих условий для формирования стресса, он подчеркивал о том, что как раз-таки состояние неопределенности вокруг создает состояние неопределенности внутри. А состояние неопределенности внутри, что делает с нашими нервными системами? Оно состояние неопределенности начинает раскачивать. Представьте себе, из пункта А в пункт Б вам нужно на лодке догрести, в лучшем смысле этого слова, вы находитесь в состоянии шторма. И вы лишний раз будете задумываться, стоит ли вам из пункта А перемещаться во время шторма в пункт Б, даже какие бы задачи вы перед собой не ставили. А если вы уже вышли в это плавание, какие угрозы вам в этом плане катастрофически могут быть условиями катастрофы вашей жизни. Поэтому принесите ровно так же это состояние на себя. Потому что тревога и тревожность, это всегда состояние неопределенности. А и обратите внимание, обратите внимание, лишний раз на то, что большая фарма очень много в этом смысле делает для того, чтобы заставить вас стать потребителями огромного количества различных, как тот, ранквилизаторов, с одной стороны, ровно так же, так и успокаивающих седативных препаратов. А в золотой середине, как мы считаем с моей женой, коллегой, профессором Татьяной Владимировной Картайенко, конечно, лежит система устойчивой адаптации, лежит система устойчивого иммунитета, которая позволит вам, если вы владеете этими приемами, а мы на каждом вебинаре рассказываем вам о таких приемах, и пользуясь случаем, я вас приглашаю на наш очередной марафон, который у нас вот буквально пройдет через некоторое время. Обязательно обращайте внимание на наши рассылки. Ссылочка находится под этим видео. И на этом марафоне мы еще раз, лишний раз, ну, обстоятельства жизненные, и по вашим большим просьбам, мы лишний раз остановимся о приемах самой взаимопомощи при тревоге, при тревожности, при том, какие состояния следует крайне избегать в этом смысле. Одним словом, приходите на встречу с нами, задавайте нам вопросы, мы с удовольствием будем делиться с вами нашими разработками, нашими системами, нашими приемами скорой помощи, нашими препаратами. И пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что нами, Сатяна Владимировна, в линейке наших препаратов изобретен и пользуется уже огромной популярностью суперадаптоген, как мы его обозначили, под названием нейробелит. То есть, вот этот препарат, он соткан на самом деле из таких, будем говорить, фитокомпонентов, которые очень хорошо, абсолютно без всякой токсичности, без всяких побочек, помогают людям справиться с состоянием тревоги, состоянием тревожности и развитием посттревожных восстанов. Еще раз приглашаю вас на встречу с нами и будьте здоровы!